Энергомодуль 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 заряд задается текущим тепловым балансом Земли и определяется ориентировочно как 400 киловольт и 0,57 умноженных на 10 в шестой степени кулонов соответственно. При этом у поверхности постоянно существует вертикально направленное электрическое поле. Поддержание уровня параметров этого планетарного конденсатора обеспечивается его саморазрядом за счет внешнего космического излучения и локальными пробоями молниями. Энергия выделяющаяся в форме тлеющих и искровых разрядов расходуется на дополнительный разогрев атмосферы и химические реакции между ее компонентами. Следует также отметить, что на фоне круговорота электрических зарядов совместно с круговоротом воды в природе создаются условия образования локальных зон выброса компенсационного инфракрасного излучения в космос и выпадение дождей на поверхность. Этот постоянно возобновляющийся источник энергии определяется величиной 5 умноженные на 10 в десятой степени мегаватт. Следует отметить, что максимальная потребность в энергии у человечества по уровню потребления в США равна 6 умноженные на 10 в седьмой степени мегаватт или 0,12% от имеющегося ресурса. Использовать этот ресурс люди пытались давно, но в силу распределенности энергии по всему объему ионосферы и высокой степени изоляционных свойств атмосферы из этого ничего не получилось и впоследствии об этом ресурсе забыли. На современном этапе развития техники появилась возможность промышленного использования атмосферной энергии, например, посредством скачивания части заряда из верхних слоев атмосферы и его преобразования в переменный электрический ток промышленной частоты. Нагрузкой преобразователя могут быть различные потребители как хозяйственного, так и бытового назначения. По дешевизне, доступности, экологической частоте и надежности такой способ получения электроэнергии многократно превосходит все известные ранние. В настоящее время авторы провели частичные исследования по предлагаемому способу, разработали основу практического использования атмосферного электричества и подали заявку за получение патента. Редактор субтитров А.Семкин